Рита Николаевна Ачкина В 1868 году чемпионка мира, абсолютная чемпионка СССР. Первая уроженка Беларуси призер зимних олимпийских игр. Единственная белорусская спортсменка, завоевавшая олимпийскую медаль в лыжных гонках. В начале, когда я училась в школе, у меня всегда везде в журнале была Маргарита. А когда уже приехала я в Москву, и замуж вышла в ЗАГСе, и паспорт Рита, мне все задают вопрос, почему я Рита, а не Маргарита. Говорю, наверное, песня была тогда модна, я Рита, наверное, от песни, наверное, и назвали Ритой. Тогда модно в это время было, я же все-таки 38-й год, мне уже сейчас 75 лет исполнилось. Вот, я уже, как говорится, взрослый человек. Я такая была крепкая, ну, видимо, по наследству от отца своего. И мне хотелось заниматься, чем-то заниматься. Мне любым видом спорта, только чтобы заниматься физкультурой там. А секций тогда никаких не было. Тогда я не знаю, какие секции были. Девочка занималась гимнастикой. Я говорю, возьми меня в гимнастику. Она говорит, посмотри на себя, ты такая крепкая, здоровая, каких гимнастик не бывает. И она меня не взяла. И вот у нас в школе один парень, два парня занимались лыжами в Печерске. Я говорю, ну, возьмите меня туда. Ну, они меня, значит, приставили к этому тренеру Житкову. Но они сказали, смотри, он не любит женщину. У нас только одни парни, девочек он не берет, потому что они ленивые все. Вот я уже боялась. Я уже боялась. Значит, тренировка была, я бежала, кросс. И боялась потеряться. Думаю, себя отстану и потеряюсь, да не найду никого. И в головке прибежала. Я первую тренировку в головке прибежала. Вторую тренировку тоже уже ближе к ребятам, к первым. Значит, уже не там где-то в конце, а поближе. И третья тренировка вообще уже почти там совсем не впереди была. И он построил всех тренеров Житков. Значит, самое, когда уже закончится тренировка, и говорит, вот это будет чемпионка на меня. У меня было забавно, когда я приехала в Житкову в Минск, когда я еще была юнеркой, в Минск на соревнованиях в Фермерской Республике по юнерку. Я училась в девятом классе. Значит, и тогда же деревянные лыжи у нас были. И ботинки с креплением. И у меня, значит, я все равно это, по-моему, выиграла. Значит, у меня выскочило крепление все с ботинком. И мне еще до финиша надо было идти. Ой, я прям, ну как, и чего. И мне одна девочка там, какая-то болельщица, дала свой ботинок, свою лыжу дала, потому что надо же лыжи. А у меня же размер большой, тридцать девятый. А у меня, видимо, тридцать седьмой. Я еле ногу усунула туда, в этот ботинок. А мне же надо финишировать, надо идти как-то. Я еще, во-первых, за Магирев выступала, и потом лично даже. Вот я, конечно, все равно выиграла. Хотя там я пока одевала, пока переодевала. Я всегда была чемпионка по юнеркам. А вот тогда я была третьей, была посреди женщин. Павлов такой был у нас в округе, в белорусском. Тренером был. И он мне сразу взял, чтобы я за ЦСКА бегала. Мне сразу встали ставку в Москве, дали 100 рублей. Тогда зарплата была. Я училась в институте, уже получала и сипендию, и вот 100 рублей этих получала. Ну и так вот я от ЦСКА осталась. У нас не было ни допингов, ничего. У нас единственное, что-то не соки, витамины какие-то нам давали, и все. А уж после, как я уже ушла из ворота, тогда уже в Гренобле появился допинг. Но у нас ничего нам не давали. А вот Густен, который выиграл чемпионка, была и олимпийская, мне кажется, вот они бежали на допинге. Ну вот так сейчас, как сейчас, вот тренируются. Ну сейчас же за деньги они бегают, поэтому, конечно, они, например, до наших лет не доживут эти спортсмены. Что тренировки, соревнования и классика, это и каждый день почти. Это разве можно? Это же сердце, и потом принимают эти... Вот это вот нам не надо говорить, да. Во-первых, это как бы возбуждая силу, придает, да. Это значит, допустим, что сил нет, человек ослаб, а он возбуждает себя. И через силу вот эту, значит, он бежит. Значит, себя нагружает, и это очень вредно, мне кажется. Он не выдерживает. Вот эти ребята, все эти лыжники, до наших лет не доживут. Нет. Нагрузка же на сердце какое. Это же такая нагрузка. Соревнования. Сегодня классика, завтра конько. У нас была гонка, например, два дня мы отдыхали. Гонка, два дня отдыхали. А у них чуть не каждый день. Китайцы выиграли Олимпиаду. Такого было, чтобы в Китае такой спорт был. А они, потому что тоже, но у них, видимо, вот эта химия, которая покрывает, не показывает допинг. Они только на допинге. У них же химия вообще очень сильно развита у китайцев. Но чтобы выиграла Олимпиаду, это же вообще такого не было никогда. Нигде. Даже сейчас вот вступали китайцы, даже и по лыжам выступали, и где вот по легкой атлетике. Так близко там не было их видно. А летнюю Олимпиаду уже не выиграли. Я очень хорошо себя чувствую, очень. Я приехала, и, значит, тренировка была 15 километров, я пробежала. У меня была силы. Швед не мог от меня убежать. Лыжник сборной шведской. И я за ним, за ним, за ним. И у меня такой подъем был. И он всем рассказывал, что вот очки она ко мне прицепилась, не могла. А все наши закончили, смотрю, никого нет. Одна только я. Я тренирую говорю, вот, и Зоя говорит, может, мне тоже закончить надо. Она видит, что я очень хорошо себя чувствую, что я вот за ним прямо не отступаю. И вот, нет, продолжай, мол. Я промолчала, ничего не сказала. Вот, и вот так вот себя чувствую с этим насморком, я вот бежала. Вот, а, конечно, я себе перегрузила. Не надо было мне вот 15. А если бы я вот 15 не пробежала, я бы, конечно, наверное, выиграла у Гуссовцев, выиграла бы эту гонку. Швед там один за мной ухаживает. Но я бы никогда не поехала за границу. Нет, 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 нет. Я всегда даже, кто вот уезжает, думаю, как можно свою родину оставить и уехать куда-то. Ну, вот, в любви объяснялся и смотрел на меня так, влюбленными глазами. Ну, так, чтобы куда-то водить, там никуда. Мы же не ходили никакого кафе, никуда мы не ходили никогда. Когда это было вообще, в смысле, выпить и прочее, посидеть. У нас же Боярский было. Вы знаете, что она была, как это называется, оно, да? Ну, мы называем оно. Она не женщина. И очень сильная была, очень сильная была. Потому что сила у нее необыкновенная. Даже не женщина она была. Вот. А тут я все выиграла, все. Значит, я была первая, значит, на 5, на 10 километров. Обыграла Боярский, обыграла Колчин, обыграла. То есть этих сил, которые были впереди меня, и на Мира, и на Гренобле были, я из всех обыграла. И даже мой лучший результат был в эстафете. В эстафете был. А Боярский никак не могла поверить, что как-то могла я ее обыграть. Ну, она там такая плоская была. Значит, потом потихонечку ходила бриться в лес. Когда мы на сборах были, летом она ходила, брала станок и брилась, подбривала себя здесь. Вот. Силы, конечно, у нее были сильные, но она же все-таки, сила у нее какая-то. Но она потом, когда в Гренобле стали нас проверять, на существование, вот это наш пол, значит, ее уже все сразу не взяли. Ее не взяли. Сто его не взяли, болгарка такая была, и ее не взяли. Ну, нам так заявили, что она заболела, ее, значит, нельзя, она не могла поехать. Мне пришлось бросить, чтобы сидеть с ребенком, некому с ребенком был. И мне пришлось все это уже бросить, и пошла работать в Темрельской академии, пошла работать старшим преподавателем. У меня же отец в школе работал учителем, он заслуженный учитель в Белоруссии. И вот, и я, значит, решила пойти в школу, и мне так понравилось. Вот дети маленькие обнимают, ой, 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 даже сейчас, когда захожу, я иногда в школу туда, они все сразу меня обнимают, Рита Николаевна, когда вы придете к нам, вот. И мне нравится, особенно с детьми нравится. Девочки эти взрослые все, вот 9-10 класс, они же то болеют там, то, то у них какие-то причины. Сидят, читают, сидят, и занимаются очень мало детей. А здесь все занимаются, все дети. Движение, только движение, надо двигаться. Я, например, хожу два раза, ходила в ЦСКА два раза в неделю плавать. Ну и так, двигалась много. Ходила в то бульвар, в то серебряную гору пойду, там, значит, быстрой ходьбой. Я-то бегать на лыжах сейчас не бегаю, у меня-то колено болит, это второе, а это здесь протез у меня на колене. Ходить я нормально, я ничего не чувствую. Но на лыжах, значит, я почему-то решила, что не надо. Ой, вы знаете, я вот сейчас биатлонистка выступала, да, и она выиграла же это самое. Я хотела, значит, поздравить ее, думаю, мне приятно будет послать телеграмму. У нас я не смогла нигде послать телеграмму. Пошла на одну почту, у нас телеграмму не посылают, на другую почту нет. Я говорю, ешь, могу телеграмму послать я. Мне же присылали в Грандобле телеграмму, и отец прислал, и там все организации. Думаю, почему здесь, в Сочи, я не могу послать. А сейчас, говорит, не посылают телеграмму. Когда вот приезжаю, да, я вместе живу под впечатлением. Мы же собираемся, вспоминаем все. Где мы как учились, как ходили, куда-чего, какие спектакли ставили. Ну, в общем, такие воспоминания, я долго живу этим. И мне это все приятно. Хорошо и так чисто все. Это вообще у нас и около урна, вечно говоря, и сигареты валяют на остановках. Ну, хоть там убирают эти мусульманина, но все равно. А здесь очень чистый город. То, что вот эти колени болят, и все говорят, и от спорта, я считаю, что... А у всех, которым спортом я занимался, тоже колени болят. Но и не от спорта у меня колени болят. Это у людей, которые не занимались спортом, у них то же самое. Артрозы и колени. Спорт дал. Ну, вот дал, значит, вверх, силу тут дал какую-то. Вот, что я таки сильная считаю, что я. Вот. И такая энергичная. Я быстро хожу очень. Очень быстро хожу всегда. И хожу, когда я в парк хожу. И так даже хожу. Вот я поднимаюсь по, значит, нашему мосту через железную дорогу. Он же тоже такой мост. Я как лыжница, значит, подъем мы имитировали и бегали. Я очень быстро поднимаюсь по этой лестнице. И ничего у меня, никакой задышки, ничего нет. Я думаю, что, наверное, вот мне 75 лет, и, наверное, у многих 75 уже ходят согнувшись, ходят с палочками, ходят и все прочее. И спортом не занимались. А движение – это все. Я считаю всем, говорю, только надо двигаться, только надо ходить. У меня сестра, вот, в которой я сейчас живу, моя двоюродная, она делает через день зарядку. Значит, с палочкой, потом, значит, на пол ложится, упражнения на полу делает. Значит, потом ушла, и потом я встаю за ним вместе. Здесь я делаю тоже зарядку. Я все упражнения знаю, я, собственно, научила ее делать. И она молодец. Она моложе меня на полтора года. Она зарядку делает. И тоже вот мы до шести уже все не ужинаем. Вот до шести поели, и все уже больше. После шести только киферсти выпиваем. Выполняется питание вот это. Старается режим соблюдать. Ну, я, конечно, вот своих одноклассников с удовольствием встречаюсь с ними. И всегда тоже много воспоминаний, когда вот мечились вместе. Ну, вот я хочу, чтобы они все были здоровы, чтобы у них было всегда хорошее настроение, чтобы они не забывали и меня не забывали, чтобы вспоминали.